Я, например, знаю достаточно много людей, которые идейно против Путина. Нельзя быть против идейно. Никто не платит. Против Путина идейно быть нельзя. Почему? Потому что Путин это не идея. Против того курса, который проводит Путин. Против политики Путина. Так, о, момент такой. Против политики Путина. Но у нас нет политики Путина. У нас есть политика оккупанта на территории Российской Федерации. Когда, это против политики Путина, я еще раз приведу пример. Мы возвращаемся к старому. Да, когда вот была русская служба новостей, звонит человек и говорит, мне 41 год, и меня Путин лишил пенсии. Политика Путина по лишению пенсии этого будущего пенсионера 41 год. Если так сказать, он против политики Путина. Да, но не Путин лишил пенсии. Лишил его пенсии МВФ. Конгресс Соединенных Штатов Америки, который дал команду через МВФ в России перечислить его пенсию в качестве пенсии пенсионерам США, то есть в бюджет США. А возможно эта цепочка, то есть МВФ главная в России была, сложилась, потому что этот человек, раз ему 41 год, в 93 году проголосовал или не сопротивлялся, проголосовал за конституцию, по которой эта цепочка и установлена. То есть он установил для себя начальство в Вашингтоне, а ругает этот человек, а ругает начальство в Москве. Где логика? То есть это не политика Путина. Если ты против политики, разберись, чья это политика. То есть это получается политическая безграмотность? Конечно, это глупость. Просто человек бум-бум-бум. Я ему и говорю, я там не успел сказать, скажу счастье, с удовольствием. Мы не отвечаем. Нот не отвечает на вопрос, кто виноват. Такой задачи у Нота нет. Нота отвечает на вопрос, как освободиться и восстановить свободу Отечества. Но если тебе очень надо найти виноватого, это не наш вопрос. Подойди к зеркалу и посмотри на него. Я про этого человека 41 год. Посмотри. И ты увидишь там виноватого. Следующий вопрос точно тоже не для Нота. А если тебе хочется наказать виноватого, возьми дубину, встань перед зеркалом и наказывай себя по голове, пока не посчитаешь, что наказания достаточно, созмеримо с твоей виной. Вот и все. Причем с политика Путина. То есть это глупость говорить о политике Путина, когда у Путина нет власти на политику. Она Конституция ему такой власти не дает. Курс дает определять, назвать. Но этот курс не будет реализован, потому что реализация курса зависит от Вашингтона. Да, Путин говорит, надо природные ресурсы, соглашение разделить продукцию вернуть в Россию. Часть вернул, часть Сахалин не смог, не дожал. Не получилось. Надо национализировать Центральный банк. Не получилось. Надо, это только начало 2000-х годов, надо современный тип экономики, который, кстати, повышает экономику в десятки раз. Восемь лет, говорит, никто не собирается его слушать. Надо МФЦ в Москве, что означает формирование рубля как самостоятельной финансовой единицы. Сейчас рубль и производная доллара. Никто не собирается это выполнять. Надо провести деофшеризацию, то есть формировать национальный бизнес. Никто не собирается этого делать. Делают все правильно наоборот. Вносят другие законы. Он говорит, надо национальный бизнес. Вносит закон, как вот две недели назад мы обсуждали, закон о международной финансовой отчетности, где устанавливается российским предприятием иностранный председатель правительства Хугарвест. Бумаги, которые Хугарвест может выпускать, бумаги на русском языке, обязательные для нашей промышленности и экономики. То есть идут явно обраги. А Хугарвест, конечно, в бумагах напишет иностранную юрисдикцию. Ребята, давайте. Это же очевидно. Он же для этого и есть Хугарвест. То есть идет прямо противоположный курс. То есть курс, направленный против Путина, люди, как вы говорите, называют курсом Путина. Они перепутали поезда. Это встречные поезда. Курс Путина на суверенитет проводится курс на усиление колониальной эксплуатации. И они курс на усиление колониальной эксплуатации называют курсом Путина. Они перепутали поезда. Пусть пересятут другой поезд. Смысл вернут. Поэтому вопрос ваш. Это не идеологические расхождения с Путиным. Это расхождение из-за незнания, то есть демонстрации глупости. Если это вас интересует, ваша пенсия, уважаемый коллега, или ваша жизнь, или ваша зарплата, в конце концов, которая должна быть в 10 раз больше, чем сейчас, ну найдите время, разберитесь. Ну разберитесь, и тогда у вас все будет встанет на своем месте. Тогда вы будете не Путина критиковать за курс, а если уж хотите критиковать за курс, критикуйте за курс Вашингтон. Если хотите курс критиковать. А если вам курс, и вы посчитаете, что Вашингтон критиковать глупо, это правда глупо, значит меняйте систему вместе с Путиным на суверенитет. Вот и все. И тогда у вас появится источник власти, источник курса в России под вашим контролем национальным, и тогда он будет уже реализовывать ваши интересы. А сегодня курс в России интересует не ваши интересы, а интересы граждан, причем не всех, а только верхушки, другой страны, Соединенных Штатов Америки. И обслуживает этот курс их оккупанта и колонизатора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok